С особой тщательностью на таможне Кольцова приходится принюхиваться к пассажирам из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. Хлебосольные щедрые азиаты часто везут с собой лаваши, орехи и колбасу. Для них это гостиница, а вот для сотрудников досмотра это контрабанда. Так один из задержанных вез целую сумку лепешек. Говорит, что для друзей. Чем опасны такие гостинцы, разбиралась Надежда Маркова. Что из продуктов питания ведется? Из продуктов питания что стоит? Только лаваш. Утренний рейс из Душанбе похож на среднеазиатский базар. В зале прилета витает легкий запах свежей выпечки. Четвероногим таможенникам, вынюхивающим среди багажа запрещенные вещества, сосредоточиться непросто. Впрочем, все, что касается продуктов, забота не собак, а людей. Это продукты питания, а рейхи скорее всего. Еду в сумках таможенники выискивают старательно. Привозить ее в Россию из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана запрещено. Поэтому все гостинцы пассажиры вынуждены оставлять на посту. У Межганы забирают ревень, которую она планировала пустить на пироги. Что, запрещено? Да. Первый раз, извините, пожалуйста, я не знала. Увоз в ручной кладе никакой продукции не разрешается. Все продукты или только зеленые? И зеленые, и фрукты, и сухофрукты, и орехи. Все, все. Да, поэтому в следующий раз, когда поедете, с собой ничего такого не везете. Все подлежит изъятию и уничтожению. Такой запрет действует с 2012 года, объясняют на таможне. Жители среднеазиатских республик, которые часто летают в Екатеринбург, об этом знают, но все равно берут самолет вкусности. Например, этот мужчина привез пакет грецких орехов и теперь рискует на них получить. За нарушение ему светит штраф. В связи с тем, что очень часто в ручной кладе и багаже из республики Таджикистана выявлялись карантинные объекты, которые запрещены к распространению на территории Российской Федерации, наносят очень большой вред и имеют очень большой ущерб к их распространению, вот с целью предотвращения заноса этих карантинных объектов запрещен ввоз растительной продукции. У приезжих не отбирают разве что хлеб. Все остальное изымается и сжигается в специальных печах. По словам сотрудников Ростельхознадзора, с начала года выявлено почти три сотни таких нарушений. Как правило, люди везут в подарки своим родственникам, либо землякам мясомолочную продукцию. То есть это мясо птицы сырое, колбасы различные, домашнего приготовления, творог, сметана, сыр. В соответствии с таможенным законодательством разрешено ввозить такую категорию товаров в пределах 5 килограмм в заводской упаковке. Но с бдительной таможней сыт не будешь. По словам сотрудников, из трех республик ввозить продукты питания в нашу страну можно лишь в одном случае, если на них есть специальный сертификат. Надежда Маркова, Главные новости Екатеринбурга.